Здравствуй, мой дорогой друг. Сегодня на объективном обзоре у нас действительно уникальное аниме. Мононоке. И нет, речь идет не о принцессе Мононоке от студии Гибли. О чем это аниме и почему оно так называется, я сейчас расскажу. Итак, прежде всего стоит отметить, что само по себе аниме Мононоке фактически является вторым сезоном аниме Аякаши, классика японских ужасов, выпущенного пожилым Toei Animation. Первый сезон разделен на три арки. Каждая из них представляет собой отдельную историю, никак не связанную с предыдущими. Но при этом первые две арки имеют большее сходство как между собой, так и с другими историческими аниме на тему средневековой Японии. Как минимум, относительно стандартной, ну, на то время, рисовкой. Сейчас же для нас важнее третья арка, которая фактически является предысторией для второго сезона. Так что все, что я говорю об аниме Мононоке, можно перенести и на последнюю арку Аякаши. Но ладно, перейдем к сутям. Главным героем Мононоке является таинственный аптекарь, о котором, кстати, почти ничего не известно. Но с некоторой долей вероятности, можно предположить, что он не совсем человек. Поскольку действия аниме сильно разнятся во времени, от средневековья до начала прошлого века. Значит, скорее всего, он либо бессмертен, либо живет гораздо дольше, чем обычные люди. Итак, наш главный герой путешествует по Японии и... нет, не продает лекарства, а борется с Мононоке, разгневанными духами, не обретшими покой. Для борьбы с ними аптекарь использует свой меч, который можно достать из ножен, только узнав форму Мононоке, суть произошедших событий и причину, по которой дух пришел в наш мир. Аниме также поделено на несколько арок, в каждой из которых происходит столкновение с духом, раскрытие истины и его изгнание. Да, помимо фэнтези, в списке жанров также присутствует и детектив. Каждый раз главный герой оказывается в окружении людей, которые так или иначе связаны с самим духом, либо с событиями, приведшими к его появлению. И нашему аптекарю из раза в раз приходится разгадывать загадкой, чтобы освободить страдающую душу. Но это аниме вполне могло бы оказаться самым заурядным, если бы не одно огромное но. Думаю, все уже догадались, что это рисовка в стиле традиционной японской гравюры. Я не смотрел все аниме в мире, но мне кажется, что такая рисовка действительно уникальна. Единственное, что я видел в похожей рисовке, это триплексоголик, но и то с большими оговорками. Такой стиль рисовки стопроцентно понравится тем, кто интересует японской культурой и историей. С другой же стороны, эта рисовка может отпугнуть новичка. Но не нам, прошедшим через все кривые лица из Наруто, этого бояться. Как говорится, что для фаната Евы счастье, то для любителя Франкса смерть. Ну и напоследок я должен сказать, что в интернете есть информация о фильме по Мононоке, который должен выйти в следующем году. Пока информации немного, но на ютубе уже есть трейлер. Так что надеемся и ждем. Ну что ж, на этом супер-мега-краткий обзор на Мононоке подошел к концу. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и на паблик в ВК. Всего хорошего, и увидимся в новых роликах.